Прямо сейчас поведу о том рассказ, как олимпийская сборная СССР под руководством Александра Семеновича Пономарева после 16-летнего олимпийского советского застоя выиграла бронзу Монреаля 1972. Как и с кем добывалась путевка на финальный футбольный турнир на 20-х летних олимпийских играх, кто поехал в ФРГ, почему не выиграли золото и как договорились про олимпийскую бронзу с ГДР. Обо всем в моем материале. Поехали. Путевку Мюнхен 1972 добывала настоящая олимпийская сборная СССР, хотя никаких ограничений для комплектования команды у Александра Пономарева не было. Но на верхах советского футбола было решено отделить сливки первой сборной, которая боролась за выход на Евро 1972 от олимпийских котлет. Несмотря на это, у Пономарева был достаточно широкий выбор исполнителей, ведь советский футбол всегда славился множеством неординарных талантов, не всегда попадавших в первую сборную. Еще один очень важный нюанс. Советские футболисты после победы в Мельбурне 1956 пропустили три подряд олимпиады по той простой причине, что главными соперниками в отборе являлись такие же социалистические профессионалы, закамуфлированные подлюбители, как и они сами. В Рим 1960 пропустили вперед болгар, в Токио 64 ГДР, а в Мехико 68 и вовсе молодежь Чехословакии, против которой играла сильнейшим составом первая сборная. В общем, еще одного олимпийского провала в отборе было допускать категорически нельзя, чревато для тренеров в первую очередь. И тут Пономареву с его олимпийцами откровенно повезло. Соперники сплошь любители из капиталистических стран, которые честно выполняли условия Международного Олимпийского комитета на Олимпийские игры профи не посылать. В квалификации без особого надрыва наши прошли Нидерланды. 2 июня 1971 года на стадионе Динамо в Москве 23 тысячи зрителей увидели, как олимпийцы СССР додавили Нидерланды. Гол в раздевалку забил Эдуард Казенкевич, а после перерыва его успех закрепил Владимир Трошкин, опять Казенкевич и Геннадий Шалимов. 4-0. В гостях 16 июня в Роттердаме 3,5 тысячи зрителей голов так и не увидели. 0-0. 13 октября 1971 года начался уже групповой этап отбора. За разгромом Австрии на стадионе Дружба во Львове наблюдало 21 тысяча зрителей. Дубль Заназаняна, Казенкевич и Копейкин довели счет до 4-0. На деревянском раздане полсотни тысяч болельщиков радостно приветствовали голы своих земляков в ворота Франции. Заназанян дважды Андреасян плюс Иштоян еще в первом тайме сделали весомую задявку на успех. После перерыва гости ответили на гол Грещака 5-1. За гостевой победой над Австрией 15 ноября с голом Андреасяна 1-0 наблюдало всего 300 болельщиков. Последний матч олимпийского отбора прошел уже в следующем 1972 году. 25 мая на парижский парк Де Пренс собралось 22 тысячи зрителей, надеясь на чудо в исполнении своих парней. Франция имела 4 очка с разницей забитых и пропущенных 9-6. Наши имели 6 баллов и 10-1. То есть, если бы французы громили советских олимпийцев как минимум 3-0, то именно они ехали летом в Мюнхен. Но не так стало, как хотелось и гадалось французам. Гол в раздевалку Манучара Мачаидзе остудил их горячие головы, а Блохин сразу же после перерыва развеял все иллюзии хозяев поля на благоприятный исход отбора. А потом, когда счет стал 1-2, все тоже Блохин на 87-й минуте лишил Францию надежд даже на ничью. 3-1. И вот кто добывал олимпийские путевки. Сначала кто играл против Нидерландов. Вратари. Лев Кудасов, Скоростов-на-Дону, Александр Ткаченко, Заря Ворошиловград, ныне Луганск. Полевые игроки. Вячеслав Булавин, Зенит Ленинград, Оганес Заназанян, Арарат Ереван, Вадим Иванов, Капитан, Спартак Москва, Николай Абрамов, Спартак Москва, Валерий Зыков, Динамо Москва, Аркадий Андреасян, Арарат Ереван, Сергей Бондаренко, Арарат Ереван, Геннадий Шалимов, Торпеда Москва, Владимир Гончаров, Зенит Ленинград, Юрий Авруцкий, Динамо Москва, Владимир Трошкин, Динамо Киев, Эдуард Казенкевич, Шахтер Донецк, Николай Худиев, Спартак Арджиникидзе, ныне Владикавказ. Осенью 1971 года олимпийская команда обновилась кардинально. Против Австрии, во Львове вышли Владимир Пельгуй, Динамо Москва, Сергей Доценко, Динамо Киев, Вадим Соснихин, Капитан Динамо Киев, Стефан Решко, Динамо Киев, Норик Месропян, Арарат Ереван, Аркадий Андреасян, Арарат, Замена Сергея Бондаренко, 71 минута, тоже Арарат, Владимир Трошкин, Динамо Киев, Замена 71 минута, Борис Копейкин, ЦСКА Москва, Богдан Грещак, Карпат и Львов, Аганес Заназанян, Арарат, Владимир Веремеев, Динамо Киев, Эдуард Казинкевич, Шахтер Донецк. На раздание против Франции на воротах уже Александр Прохоров, Динамо Киев, плюс появился Виктор Матвиенко, Динамо Киев, Лефиш Таян, Арарат, которого заменил на 57 минуте Анатолий Васильев, Динамо Минск. Это был его единственный матч за олимпийскую сборную. В Австрии 18 ноября советские ворота уже защищал Владимир Олейник, автомобилист Арджаникидзе, а также на замену выходил Манучар Мачаидзе Динамо Тбилиси. Как видим на примере голкипера, селекционеры олимпийской сборной просматривали не только высшую лигу советского футбола. Конечно же, к маю 1972 года сборная опять кардинально поменялась. На Парк Депренсии побеждали французов Владимир Олейник, Борис Серостанов Скоростон-на-Дону, Ростислав Потошняк Карпат-Львов, Владимир Голубев Зенит-Ленинград, Виктор Звягин ЦФЦСК Москва, Владимир Веремеев Динамо Киев, Манучар Мачаидзе Динамо Тбилиси, замена 61 минута Леонид Буряк Черноморец Одесса, Аганес Заназанян Араратереван, замена 80 минута Хасанбек Мириков Невчибаку, Владимир Гуцаев Динамо Тбилиси, Гивинодиа капитан Динамо Тбилиси Олег Блохин Динамо Киев. Тренировал эту молодежную компанию Борис Набоков, так как Пономарев был занят подготовкой первой сборной к финальной стадии чемпионата Европы 1972, на котором наши взяли второе место. После чего Пономарев вернулся в олимпийскую команду и повез с собой в Мюнхен таких исполнителей. Вратари Евгений Рудаков Динамо Киев, Владимир Пельгу Динамо Москва. Защитники Ревас, Дзодзуашвили, Муртас, Хурцилава оба Динамо Тбилиси, Владимир Копличный и Юрий Истомин из ЦСКА, а также спартаковцы Москвы Сергей Ольшанский и Евгений Ловчев. Полузащита Ёжев Саба Динамо Москва, Аркадий Андреасян, Аганес Заназанян, Араратереван, Виктор Кулатов Динамо Киев, Анатолий Куксов, Вячеслав Семенов оба Заря Ворошиловград ныне Луганск. Нападение Андрей Якубик, Геннадий Еврюжихин, Динамо Москва, Юрий Елисеев, Владимир Онищенко Заря, Олег Блохин, Динамо Киев. То есть Олимпийская сборная за календарный год кардинально меняла состав четыре раза. В Мюнхен 1972 поехала команда, значительно усиленная игроками первой сборной. Девятеро выступавших на Евро 1972. Ну и лидеров Зари добавилось, которая в том сезоне шла на чемпионство Союза. Первый групповой раунд наши выиграли без шума и пыли, так как равных соперников по сути не было. 28 августа в Регенсбурге Бирма 1-0 с голом Колотова на 51-й минуте. 30 августа Олимпия штадион в Мюнхене, Судан 2-1. В конце первого тайма отличились Еврюжихин с пенальти на 42-й минуте и Заназанян на 44-й. Соперники ответили в середине второго тайма. 1 сентября Мексика в Регенсбурге 4-1, где все довольно скоро решил хитрик Блохина к 14-й минуте. Семенов сразу после перерыва забил еще гол. Второй групповой этап, победители которого выходили в финал, а вторые места разыгрывали бронзу. Наши начали с крупной победы над Марокко 3-0. Опять же 3 сентября в Мюнхене при 60 тысячах зрителях все было решено уже к 14-й минуте, когда отличились Семенов и Колотов. Гол для Лисеева в середине второго тайма был также очень важен, с учетом того, если для определения победителя пришлось бы считать разность забитых и пропущенных мячей. Но не довелось. Решающий поединок с первым реально равным соперником Польшей наши проиграли, хотя и вели долгое время после гола Блохина. Но уже тогда команда Казими-Жагурского была той боевой единицей, которая на протяжении двух лет будет наводить шороху на футбольных полях мира. Антони Шимановский, Ежи Павел Горгонь, Збигнев Гуд, Казимеш Дейна, Леслав Цимкевич, Роберт Гадоха. Эти парни через два года станут третьими на чемпионате мира здесь же, на полях Западной Германии. А пока что все они, плюс капитан команды Владимир Любанский, на полном ходу шли к олимпийскому золоту Мюнхен на 1972. И СССР не смог остановить поляков. Дейна на 76 минуте с пенальти счет сравнял, наши растерялись, стали откровенно играть на отбой и шалтысик после подачи углового ударом головой на 87 минуте фактически принес Польше первое место в группе. Ох, как же советским любителям футбола насолили все эти любанские с шалтысиками. Ведь это именно они своими голами в составе Гурника из Забжи тормознули блестящее киевское «Динамо» Виктора Маслова после победы над действующим обладателем Кубка чемпионов шотландским селтиком осенью 1967 года. Теперь вот они, плюс голкипер Костко, спустя пять лет снова на коне. Правда, уже очень скоро, в том же 1972 киевское «Динамо» отомстит и за себя, и за олимпийскую сборную, выбив гурник из того же Кубка чемпионов. Но лучше бы Блохин забил полякам больше голов и в Аугсбурге 5 сентября, когда Польша обыграла олимпийцев СССР 2-1. Матч с Данией 8 сентября 1972 года был решающим в определении второго места. Ведь датчане не проиграли Польше 1-1 и обыграли Марокко 3-1. Была, конечно, слабая надежда, что марокканцы не проиграют полякам, и тогда в силу вступила бы математика по подсчету разницы забитых и пропущенных. В этом плане парни Пономарева постарались на славу. В середине первого тайма Колодови Семенов, плюс после перерыва Блохин и Сабо довели дело до разгрома. 4-0 победили Дании. Но, увы, Польша уничтожила Марокко 5-0, а потом в финале добудет волевую победу над Венгрией 2-1. 10 сентября 1972 года советская команда в матче за бронзу с командой ГДР под аплодисменты в 80 тысяч зрителей на Олимпиаштадине в Мюнхене уже к 31-й минуте повела 2-0. Сначала Блохин, получив пас на ход из глубины поля, в своем стиле ворвался в штрафную площадь соперника и в борьбе с защитником послал мяч в ворота. Уже тогда 19-летний форвард киевского Динамо становился для СССР кумиром миллионов, а затем Хурцелава после розыгрыша штрафного дальним ударом забил красивейший гол, который вызвал полное восхищение трибун. Тут делаю уточнение. По регламенту футбольного турнира 20-х летних Олимпийских игр, если победитель не определялся в игровое время, включая и дополнительные, то бронзовые медали получали обе команды. Дальше слово врачу той олимпийской сборной СССР Савелью Мышалову. Вопрос. Чем еще запомнилась Мюнхенская Олимпиада? Мышалов отвечает. Мы не вышли в финал, а игру за третье место против ГДР назначили на 10 утра. Тренер Пономарев сказал, что-то не хочется с ними бодаться, как бы нам в ничью сыграть. Ничья означала бронзовые медали для обеих команд. Используя свой немецкий, выученный в институте, я подошел перед игрой к доктору сборной ГДР. «Как ты смотришь на то, чтобы медали получили и вы, и мы?» «Положительно», ему ответили, и пошел к тренеру. Тот повернулся ко мне и показал большой палец. Вопрос решен. Мы забили друг другу по два мяча, но на второй тайм вышел динамовец Андрей Якуби, который, ни о чем не подозревая, ворвался в штрафную и чуть не сделал счет 3-2. Слава Богу, не попал, а то немцы бы нас уничтожили. Дальше говорит Евгений Ловчев. Под трибунами перед выходом на овертайм показали друг другу на пальцах 0-0 и согласно закивали головами. Это советские футболисты и их немецкие комрады. В итоге и СССР и ГДР под свист трибун, который начался еще в овертайме, получили бронзу. А через год на заседании FIFA в Лейпциге футбольные чиновники постановили, цитирую, «Учитывая неспортивное поведение футбольных команд, игравших за третье место в Мюнхене на олимпийском турнире, решено впредь награждать только победителей встреч». Дальше ГДР на двух последующих олимпиадах постоянно будет делать нашим подножки в их стремлении выиграть золото. В Монреале 1976 команда Лобановского проиграет восточным немцам 1-2, о чем я уже поведал на своем канале Футболсан, материал СССР «Скандальная бронза» Монреаля 1976. ГДР тогда станет первой. А спустя четыре года советская команда на домашней олимпиаде в Москве 80, снова проиграет ГДР, полуфинал 0-1. Немцы в итоге вторые, СССР третий раз, третий. О чем тоже уже поведал ролик под названием «СССР бронза вместо золота Москвы 1980». Как восприняли бронзу Мюнхена 1972 в СССР прекрасно охарактеризовал Лев Филатов в своем репортаже еженедельнику футбол-хоккей сразу же после матча за третье место, цитирую, у нашей команды бронзовая медаль. Опять, как и в ряде других турниров нынешнего года, полууспех. Праве ли мы были ожидать большего? Если судить по моментам, то не проиграя наши на последних минутах матч полякам, они могли бы оказаться и с серебряной, а то и золотой медалью. Если же судить по ее игре во всех семи матчах, то такие претензии следует считать завышенными. Команда не оставила впечатление единой, слитной, она имела атакующие эпизоды, но не постоянную атакующую игру. Чувствуя это, футболисты готовы были довольствоваться малым и, открыв счет, стремились его сохранить. Положение в сборной продолжает вызывать беспокойство. Ни серебряные медали чемпионата Европы, ни бронзовые олимпийские не могут замаскировать того, что видно невооруженным взглядом. Твердо прочерченной, характерной игры у команды по-прежнему нет. Что же касается наших тренеров и футболистов, то олимпиада должна явиться для них отправной точкой в работе над повышением класса игры. В этом смысле, при трезвом, самокритичном взгляде на положение вещей ее уроки можно будет обратить себе на пользу. Конец цитаты. Конечно же, Пономарева здорово прописочили на заседании Федерации футбола СССР и поставили двойку за проделанную работу, итогом которой стали серебро Евро 1972 и бронза Олимпийских игр в Мюнхене 1972. Но оставили в сборной, с которой Александр Семенович доработал до конца года, потом передал ее из рук в руки к Евгению Горянскому. А спустя всего 6 месяцев, в возрасте 55 лет, 7 июня 1973 года, умер от язвы желудка в одной из больниц Москвы. Такая вот судьба у Пономарева. С вами был Саныч, до новых встреч.